Пестрый мир птиц отличается удивительным разнообразием. Чтобы в этом убедиться, не обязательно ехать в лес. В больших и малых городах нас окружают самые разные птицы. Одних воробьев, ворон, синицы, голубей знает каждый. Другие видны не сразу, хотя тоже живут рядом с нами. Библиотека номер 18 Северного округа предлагает вам познакомиться с обзором книг о наших пернатых друзьях. Каждый день во дворе своего многоэтажного дома на городской улице или в парке мы видим самых разных птиц. Обо всех птицах, которых можно встретить в городской черте, их облике, местах обитания, привычках и особенностях рассказывается в книге Натальи Габеевой «Птицы в городе». Наталья Габеева – автор и художник, большой любитель природы, особенно пернатых. Дебютировала в качестве художника-иллюстратора в 2016 году с книгой «Ворона и ее родственники». Сегодня автор и художник, чьи работы высоко оценены и за пределами России. Лауреат и дипломат многих престижных международных конкурсов. Дипломат конкурса «Образ книги-2022» за лучшие иллюстрации к нонфикшн. «Для меня, как художника, важно верно отобразить детали, не упустить мелочи, чтобы, открывая книгу, читатель видел за моими иллюстрациями живых существ», – говорит Наталья Габеева. Книг про жизнь пернатых издано достаточно много, но птицы в городе выбиваются из общей массы. Если вы знакомы с творчеством Натальи Габеевой, то объяснять причины притягательности ее книг не надо. Если пока нет, то это надо обязательно исправить. Ощущения от книги волшебные. Будто слышишь рядом щебет птиц, любуешься мельканием их пестрых перышек и вместе с ними путешествуешь по разным городам мира. В Венецию с голубями, в Бостон с утками, в Токио с чайками, в Нью-Йорк с соколами. Книга «Птицы в городе» поможет разобраться в птичьем разнообразии, научиться различать похожих птиц, самцов и самок, узнать привычки и особенности каждого вида. А еще научиться самому рисовать птиц. У каждой птицы представлено три последовательных эскиза. А в начале книги один разворот отдан пояснениям Натальи, которые будут очень полезны юным художникам. Анималистические рисунки Натальи Габеевой очень правдивы и при этом невероятно нежны и красивы. Отличительная особенность книги не только красочные рисунки, но и карандашные наброски каждого вида птиц, позволяющие понять, как рождается иллюстрация, проходя путь от эскиза до полноценной цветной картинки. Автор стремится не только познакомить читателей с городскими птицами, но и вдохновить на самостоятельное творчество. С чего начать рисунок? С клюва или хвоста? Любой, даже самый замысловатый рисунок начинается с идеи. Каждый читатель при желании сможет попробовать себя в роли юного художника и нарисовать птицу. Не надо иметь дорогих красок и кистей. Для создания рисунка достаточно иметь два-три цветных карандаша и лист белой бумаги А4. Наталью Габееву можно причислять художником-анималистом, ведь нарисованные ею птицы поражают своей реалистичностью. В книге очень высокое качество печати, сполна передающая все многообразие и великолепие птичьих перышек. Только взгляните, какими разными Наталья изображает домовых и полевых воробьев, а ведь они близкие родственники, и в жизни не очень задумываешься о подобных нюансах, для себя называя и тех, и других просто воробьями. Однако, глядишь ты, воробей, воробьё рознь. Книга «Птицы в городе» поможет читателям в идентификации большинства птиц, встречающихся в парках, на улицах, реках и прудах городов. Из неё можно узнать, как выглядят более 40 птиц, самцы и самки, какие у них повадки, их наиболее привычный и полезный рацион, особенности каждого вида и занимательные факты. Информация подаётся доступным для заявленной возрастной категории, младшей и средней школьной возраст языком, но дошкольникам и взрослым будет тоже понятно и интересно, а с такими иллюстрациями книгу весьма приятно иметь в домашней библиотеке, читателю любого возраста. Книга «Птицы в городе» не просто иллюстрированный справочник, в ней есть и прикладная часть, например, как организовать строительство качественной жилплощади для пернатых. Нелишним также будет ещё раз повторить, чем можно, а чем не стоит наполнять кормушки. Книга «Птицы в городе» Натальи Габеевой расширяет кругозор, развивает бережные и внимательные отношения к природе, раскрывает творческие способности и будет интересна даже взрослым. В книге Натальи Габеевой «Птички-невелички. Кто на свете меньше всех?» собраны все самые маленькие представители пернатых, обитающие по всему земному шару. Читая книгу, сложно поверить в реальность существования таких маленьких птиц. Вы много птиц-малышек знаете? Воробьи, синицы, тресогуски, снегири, крошки-калибры не считаются. Эта книга о птицах, чей вес всего несколько граммов. Вот маленький голубой пингвин, крошечная сова-сычек-эльф, самая мелкая речная утка-чаирок-свистунок, малютка-калибри-пчелка. По всему миру живут сотни разновидностей удивительных маленьких птичек, без звонких голосов которых нельзя даже на миг представить нашу планету. В книге красивые картинки, интересно поданная информация, а самое забавное – птички-невелички изображены в натуральную величину. Правда здорово! И каждая с ладошку, а то и меньше. Я бы даже сказала с детскую ладошку. Всем знаком важный пингвин. Но знали ли вы, что у берегов Австралии и Новой Зеландии обитают голубые пингвины? Они совсем крошки, их рост всего 30 сантиметров. Называют такого малыша сказочно – пингвин-эльф. Его перья отливают голубоватым светом, а сам он забавно ходит в развалочку и питается рыбой. Совы тоже известны всем, но есть птичка со сказочным названием – сычек-эльф. Живущая в дупле – нет, не дерево, а огроменного кактуса-сагуара. И живет она в содружестве с дятлами, которые строят эти дупла. Очаровательного и миниатюрного дятлова попугайчика так и хочется посадить на ладошку. Но, увы, из-за сложного меню этих птиц практически невозможно содержать неволе. А нет, как оказалось, есть еще меньше пернатые. Очень красивая птичка, зовущаяся многоцветный Тоди. Хоть весит крошечная птица меньше, чем чайная ложечка сахара 6-8 граммов, а росточком всего 10 сантиметров, выглядит она просто восхитительно. Ямайка, Гаити и Куба славятся своими чудесными пляжами, но главное сокровище островов кроется в их глубине. Здесь обитает удивительная маленькая птичка, которая очарует любого, кто ее увидит. Кубинский Тоди – одна из самых ярких птиц в мире. У малютки Тоди – нарядное оперение с металлическим блеском, очень большая голова и голубые глазки. Птичка маленькая, а клюв у нее большой, сильный и острый. Для устройства своего гнезда Тоди может самостоятельно проделать нору в глинистом обрыве или в старом трухлявом стволе дерева. Удивительно, но многоцветный, сияющий Тоди – самая обычная, очень распространенная птичка на Кубе, вроде наших синичек в городских парках. На аппетит кубинский Тоди никогда не жалуется, он у него отменный. Крошка Тоди съедает за день стрекоз, бабочек и прочих насекомых в половину своего веса. А еще Тоди очень любит петь. Во время своих выступлений маленький певец преображается, словно настоящий артист. Он забавно раздувает красные перья на горлышке и трясет коротким хвостиком. Песенка Тоди простенькая, незамысловатая, больше похожая на треск. С трелями соловья, конечно, не сравнить, зато какой красивый артист. Помимо всего вышеназванного из книги, мы узнаем, что птица-орона совсем не орет, а очень даже тихо поет. Что сокол-крошка охотится преимущественно на жуков или бабочек, так как на большие у этого малютки просто не хватает сил. А коли при пчелке откладывает обычно по два яйца, каждая не больше горошинки. Вот такие они, птички-невелички, настоящее чудо природы. Данная книга будет полезна как малышам для расширения кругозора, так и взрослым. Надеюсь, автор на этом не остановится и продолжит цикл книг о самых необычных обитателях нашей планеты. Конечно, обо всех птичках-невеличках не расскажешь в одной книге, ведь по всему миру живут сотни разновидностей удивительных птиц, чей вес всего несколько граммов. Они разные, яркие и неприметные, звонкие и молчаливые, очень редкие и самые обычные. Некоторых птичек встречали только ученые в экспедициях, а других ты можешь любой день увидеть на прогулке в лесу. Но все птицы – удивительные создания природы, и без их звонких голосов нельзя даже на миг вообразить себе нашу планету. Больше узнать о жизни ворон и их родственников поможет книга «Ворона и ее родственники» орнитолога Владимира Бабенко с точными и изящными иллюстрациями Натальи Габеевой. Книга «Ворона и ее родственники» знакомит читателей с птичьим семейством врановых, от всем известной серой вороны до экзотических ярких слоек сорок и воронов, обитающих в Африке и Америке. В этой книге рассказывается о птицах семейства врановых, живущих в нашей стране – серой вороне, вороне, сойках, сороках, а также клушице или альпийской галке, предпочитающих высокогорье. Из врановых, обитающих в других странах, автор назвал, а художница нарисовала нарядных сорок из Юго-Восточной Азии и живописную африканскую бронзовую ворону. Умные, ловкие, сообразительные вороны с давних времен жили в тесном соседстве с человеком и стали героями сказок, мифов и легенд. Некоторые считают, что ворон – муж вороны, но это, конечно, не так. Вороны – одни птицы, вороны – совсем другие. Ворон раза в два крупнее вороны, и вообще он – самая крупная птица вороньего семейства. Вес некоторых воронов может достигать полутора килограммов. Окраска ворона полностью черная, под клювом борода из перьев. К тому же, в отличие от вороны, ворон не каркает. Голос ворона – сильный, трубный и звонкий крик «крр-кррр-крррр». Отличает ворона и область его распространения. Его можно встретить везде – в лесах, степях, пустынях и в горах Европы, Азии, Африки и Америки. Вороны – примерные семьянины. Раз образовавшись, семейная пара сохраняется очень долго. Свои гнезда вороны стараются строить подальше от человеческого жилья в глухом лесу или на крутых скалах. Питаются вороны самыми различными кормами, отдавая предпочтение падали. Однако могут они охотиться и на живую добычу, поэтому в некоторых странах воронов используют так же, как соколов и ястребов для охоты на птиц и зверей. Вороны – долгожители. Известны случаи, когда эти птицы доживали до 70 лет. Информации в книге о вороньем семействе достаточно для первого знакомства с ним. Среда обитания, питание, образ жизни и воспитание птенцов, особенности существования на эти вопросы, можно найти здесь ответы. Книга, несомненно, расширит ваш кругозор. Также в конце книги есть статья о значимости ворон в литературе и жизни людей разных стран. Вороны и её родственники – отличная книга, которая рассказывает, какие виды ворон бывают, где они обитают, что едят, какие сородичи у них есть, какое у них оперение. Одним словом, очень красивая информативная книга, которую очень рекомендуем для маленьких почемочек. Мы предлагаем всем, кто желает узнать больше о птичьей жизни, познакомиться со следующими книгами.